всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня опять выпечка признаться честно я вообще не собирался снимать этот рецепт потому что всячески стараюсь открещиваться от любых религиозных праздников но меня убедили убедили тем что это в какой-то мере еще и традиция вот я решил что буду рассматривать этот рецепт с традиционной с культурологической точки зрения и так на пасху пекли не только куличи но и бабы баба отличается от ключей в первую очередь особой воздушностью особой легкостью выпечки если кулич как правило тяжелый такой массивный то баба очень воздушная легкая такая вся пузырчатая кружавчатая их кроме того частенько еще и пропитывали каким сладким сиропом готовится она из очень сдобного теста то есть из теста очень богатого сдобой сложность в приготовлении я не вижу никаких правда вот ждать придется достаточно долго потому что бродит это тесто долго и так мне понадобятся мука пшеничная высшего сорта молоко дрожжи я взял свежие яичные желтки сахар соль масло изюм кроме того для дужки теста можно взять ваниль или ванильный сахар или ванильный экстракт что найдете не важно а важно следующее если вы будете использовать не свежие дрожжи с хорошей подъемной силой как я а сухие постарайтесь найти те которые предназначены для сдобной выпечки если вести речь о сав моменте то они продаются по моему золотой пачке впрочем если не найдете ничего страшного просто времени на выбраживание у вас уйдет больше здесь у меня молоко я его слегка подогрел в микроволновке так что палец тепло ощущал сначала надо дрожжи как следует развести размешать а теперь надо замесить опару опара это такое достаточно жидкое тесто в котором и происходит первичное основное развитие колонии дрожжей половину муки от всего рецепта отделю на оставшиеся смешаю с молоком и с дрожжами надо все это перемешать до полной однородности тесто у вас получится по густоте как на оладьи смотрите отлично теперь накрываю полотенцем и отправляю в духовку здесь сквозняков нет если лампочку включить то ее тепла как раз хватит для создания оптимальной температуры оптимальная это 27 28 градусов а полотенце нужно чтобы поверхность теста не пересыхала теперь ждем от полутора до трех часов время такое размытое указываю потому что за это время опара должна сначала подняться потом середина просесть ну я покажу сейчас в процессе ждем так прошло два часа и пять минут сначала замеса и смотрите как просела опара значит время замеса теста вводить желтки нужно во взбитом состоянии половину сахара к ним соль и взбить до светлой плотной пены желтки лучше взбиваются если они теплые какая красота добавлю ванильного экстракта и еще немного завью до однородности и вот теперь их можно соединять с опарой с оставшейся мукой и замешивать тесто мука к желтки и опара вот так может быть конечно и дальше все венчиком взбивать но он не сейчас понадобится поэтому я отправлю все это дело в миксер тесто надо вмешивать долго но в этом рецепте очень влажное поэтому надо дать время развиться глютеновому каркасу да так вот не сейчас нужно те что будет масло добивать его тоже нужно взбить с остатками сахара и кстати добавлю немного шафрана для цвета эта штука не обязательная он так что если шафрана не найдете не переживайте он просто немножко цвета выпечки добавит на вкусе ну практически не скажется вот так будет достаточно для чего вообще все эти заморочки с взбиванием дело в том что сдоба в тесте очень сильно затрудняет работу дрожжей они конечно могут работать в двух режимном как ваэробном то есть потребляя кислород так и ваэробном то есть без кислорода кстати пройдем но ваэробном то есть когда кислорода достаточно они потребляют то же самое количество сахара, что и в бескислородном режиме, выделяют в три раза, в три раза больше углекислого газа, и при этом активно развиваются. То есть их КПД в этом случае в три раза выше, поэтому заблаговременно насытив воздухом, а значит и кислородом, и желтки, и масло, я облегчаю работу дрожжей. Вот, смотрите, до какого состояния вымесил. Когда тесто отклеилось от стенки дежи, это значит, каркас глютеновый развился как надо. Самое время добавить масло. И опять вымесить. Тесто такой влажности вполне можно вымесить и ручным миксером, да даже руками можно. Муторный, конечно, но вполне, ничего страшного, просто займет, наверное, чуть-чуть подольше времени. Ну вот, и масло вмешалось вполне, можно выключать. Все, теперь в накрытии полотенцем мы опять убрать в духовку под лампочку на полтора-три часа. Время опять размыты, потому что надо дождаться подъема теста в два с половиной, в три раза. И не спешите. Дрожжевое тесто быстро не готовится. Пока тесто поднимается, самое время запарить изюм. Горячей водой. Да, изюм в бабе штука не обязательная, все по желанию, можете не класть, а можете и изюм положить, и цукаты. Все на ваш вкус. Ну что, жду подъема теста. Тесто поднялось, видите, какая красота. Значит, можно вмешивать изюм и формовать изделие. Вот я уже с него слил, а сейчас надо мукой пересыпать, чтобы прочее в тесто вмешивался. Вот так. И сюда его. И вымешать. Без фанатизма. Просто до равноверного перемешивания. А пока можно формы смазать. Вот с ними у меня беда. Подходящих нет. Возьму кружку. На донышко надо пристроить бумагу для выпечки. Ну, а стенки смазать сливочным маслом. Я видел, что бывают и такие картонные одноразовые формы. Удобно, наверное. Но у меня, к сожалению, таких нет. Оставшиеся бабы буду вот в таких формочках выпекать. Это уж, конечно, не то, что нужно, но что есть, то и использую. Так, я думаю, что изюм уже вмешался. Давайте формовать. Стол надо присыпать мукой как следует. Смотрите, какое тесто. Оно очень влажное и еще достаточно липкое. Кстати, чем тесто более влажное, тем легче в нем дрожжам работать. Значит, оно лучше подходит. Но при этом, чтобы оно не проседало, глютеновый каркас должен быть очень хорошо развит. Перед посадкой форму обязательно обтянуть вот так. Почувствуйте, как оно натягивается в руках, как пружинит. Заполнять форму надо на одну треть. Уж очень сильно такое тесто подходит. Такая вот обтяжка позволит еще больше тесту подойти. Потому что как раз таки вы натягиваете глютеновый каркас, который держит углекислый газ в тесте. Ну и теперь расстойка. Минимум 50 минут. Без сквозняков. В теплом месте. Лучше даже час. Не спешите с посадкой в печь. Не загубите весь свой сегодняшний труд. Да, ее можно уже греть. Температура 180-190 градусов. Верхний и нижний нагрев. Ждем. О, смотрите, как выглядят куличики после расстойки. А в печи еще подойдут. Так что отправлю их уже туда. Для увеличения степени подъема надо добавить пара. У меня нижний тент закрыт, поэтому выклескиваю полстакана сюда. Если же у вас тент снизу открыт, то можно стенки духовки из пульверизатора обрызгать. Причем, смотрите, установка в нижнюю часть духовки противня с водой бессмысленна. Пар вам нужен только первые 10-15 минут. Причем в самый первый момент должен быть много пара. С противнем оно просто не успевает испаряться так быстро, как вам надо. Я уже объяснял, но повторюсь. Когда тесто попадает в печь, то из-за высокой температуры на поверхности сразу начинает появляться такая сухая корочка. И только затем теплота начинает проникать внутрь изделия. И газ, который выделяли дрожжи, пытается расшириться и поднять тесто. Если к этому времени корочка уже образовалась, она просто не даст тесту подняться как следует. Влажная атмосфера духовки замедляет образование этой корочки. И тесто поднимается в такой атмосфере сильнее. Пасхи на столе. Красота. Значит, надо заняться пропиткой и украшением. Завью парочку белков. Немного соли для начала. И теперь немного сахарной пудры. И немного лимонного сока. Взбивать надо до плотной блестящей пены. И, кстати, белки лучше взбиваются в холодном состоянии. Сначала на небольшой скорости, а потом, когда уже там забелятся, тогда можно и увеличить. Смотрите, какая красота. Что касается пропитки. Вот здесь я растворил сахар в небольшом количестве воды и добавил ароматизатор. Ром. По вкусу. Все на ваш вкус. В него надо обмакнуть ваши ромовые бабы. Вернее, мои ромовые бабы. А у вас могут быть не ромовые, у вас могут быть винные или ванильные, или еще какие-нибудь. Ароматизатор подберите на свой вкус. Эти бабы уже подостыли. Надо наколоть зубочисткой, чтобы лучше впитывали сироп со всех сторон. Верхушку не прокалываю, потому что ее обмакивать не буду. И обмакнуть в остывший сироп. Вот так. Все, пусть впитывает. И со всеми остальными то же самое. Ну, а после того, как они у вас пропитаются, можно и украсить. Просто обмакиваю вот так, и все. Смотрите, какая красота. Впрочем, варианты украшения и пропитки вы можете придумать на свой вкус. Такая вот простая выпечка, хотя и долгая, конечно. Надо, пожалуй, разрезать и показать мякиш. Так, ну, разрежу я, наверное, самую маленькую. Мне же нужно талию беречь. Слушайте, такая мягкая баба. Просто ужас. Для разрезания нужно, конечно же, взять самуру хайкарбон. Остро наточенный, муави. И вот. Вот такой мякиш. Ради него все и затевалось. А что касается вкуса. Это очень мягкая, очень воздушная баба. С очень мягкой, я бы сказал, такой деликатной пропиткой. С тонким ароматом рома, тонким ароматом ванили. Пропитывать не обязательно. Я рекомендую вам сначала проповывать без пропитки. Может быть, вас устроит более легкая, более воздушная. А пропитка, она становится немножко потяжелее. Но незначительно. Короче. Главное здесь выпечка. Главное режим выпечки. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Огромное спасибо, что досмотрели. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, дизлайки и делает репосты. Естественно, благодарность спонсору Самури за спонсорскую поддержку и за предоставленные острые ножи. И за камень, благодаря которому эти ножи у меня и остаются острыми. Вам за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok